После того, что Скобин Шуйский умер, войск его отлавил Дмитрий Шуйский. Человек он был бездарный и потерпел поражение от поляков очень-очень быстро. Генбал Жалкевский, поляк, его разбил и летом 1610 года Москва оказалась клеща. С юга идет Дмитрий II, а с запада идет Жалкевский. И вот тут возник заговор против Шуйского во главе с человеком по фамилии Липунов. Захар Липунов, имеющий его брат Прокопий. Запомните это имя. Липунов. Это был рязанский юрянин, но он сыграл очень большую роль в событиях с фунтой. Шуйский был свергнут при поддержке посадского населения. Его заковали, постригли монахи и отправили вместе с братьями в Польшу. Там его поставили на колени перед польским королем, водили по улицам, люди бросали в него гнильем, плевали, всячески его унижали, держали на хлебе и воде. И в октябре 1612 года, не выдержив этих всех мучений, Василий умер, а через пять дней умер Дмитрий. После переворота июльского переворота 1610 года в Москве к власти пришла Семибаярщина во главе с Мстиславским. Дело в том, что Семибаярщина, это вообще в Московской Руси, это не уникальная вещь этих событий. Например, Семь Бояр оставил после себя в качестве таких вот, ну что ли, смотрителей за своим сыном Василий Третий. Семь Бояр назначалось ни много ни мало и ни черное число. При голосовании 4 обязательно будет там 5-2, 4-3, но какая-то точка зрения будет преваливать. Бояр, совершив переворот, не знали, что делать. Они боялись Лжедвития 2-го, а боялись они по очень простой причине. И опять же, наши историки не беговали, потому что они боялись классового передела. И вот здесь классовое пересилило национальное. Бояр решили обратиться к полякам как к классовым близким. Пусть они католики, пусть они другой национальности, хрен с ними. Но зато они классовые братья по классу. И было решено обратиться к Гетту Дужалкевскому и попросить на царство Владислава, сына Сигизмонта. Причем без оговорок. Но здесь Патериарх Гермоген занял очень жесткую позицию и сказал, что если звать Владислава Жигимонтовича, то нужно выставить следующее требование. Требование повеселивания. Крещение Владислава в православную веру. Прекращение контакта с Папой Римским по вопросу веры Владислава. Смертная казнь тем русским, которые отступятся от православной веры при его католичестве. Принятие сохраняется Владиславом полу-утипу русского царя, жених Владислава на русской православной невесте к наступлению Совершеннолетнего и когда-либо и так далее. В Жалкевке это условие принял. И 27 августа, обратите внимание на этот момент, 27 августа 1610 года Москва присягнула Владислава. Среди присягнувших был Михаил Романов. Поэтому избрание Михаила Романова в 1613 году носит нелемитивный характер. И поляки сразу же об этом сказали. Поляки до 1632 года не признавали Михаила Романова. Просто потом уже было не до того. В Европе начала бушевать в силу. Вошла 30-летняя война. Им было не до того. И поляки, плюнув, понятно, что они не смогут ничего сделать, отказались. Но обратите внимание, Михаил Романов, когда его избирали на царство, так называемым земским собором, который представлял всего лишь, кстати, еще один аспект, нелегитимность династии Романова. Так называемый земский собор, где его выкрикнули, там присутствовали предстоитие 50 городов Руси. В это время Руси было 1000 городов. То есть, 5 от 100, это сколько получается процентов? То есть, 50 городов Руси, да? 5 процентов. То есть, Романовы были нелегитимные династии с самого начала. Значит, после того, как Москва пресекнула Владиславу, представители старых злоярских родов сдали страну, на самом деле. Вот это нужно очень хорошо себе представлять. Московская верхушка сдала страну. После этого в Слоярск к Сигизмунду было отправлено великое посольство, чтобы окончательно договориться о том, что Владислав будет сидеть на крови. Да и он, потому что Сигизмунд сам хотел сесть на русский трон. И он не стал открывать посла в своих планах, начал тянуть время на переговоры. И вот в этой ситуации очень четкую и жесткую позицию занял патриарх Гермоген. Смотрите, у нас было два патриарха на тот момент. Был реальный патриарх Гермоген и лжепатриарх, или лжедмитрий, а сократившийся от лжедмитрия II, который вовсе лжедмитрий II был потом убит в 1610 году своим кровником на Татарином, родственник, которого он убил. Так вот, по логике вещей, если, как потом Филарет говорил, его заставили быть патриархом, так ты после смерти лжедмитрия и разгрома Тушевского, для прекращения существования Тушевского лагеря, так и откажись, он вовсе не отказался. Тем временем в Москве произошла еще одна смена. Здесь смена власти. Очень активно стало действовать посадское население, и торговый мужик Федор Андронов стал одним из членов правительства тогдашнего при Поляках. Ну а события в Москве развивались дальше таким образом. Генман Жалкевский, который был умеренным человеком, ушел из города, и вместо него остался Генманом Консевский, который начал сдавать земли полякам. И ситуация предельно упростилась в 1611 году. До 1611 года с одной стороны были русские поляки-наемники, и с другой стороны русские поляки-наемники. А в 1611 году ситуация упростилась. С одной стороны русские православные, а с другой стороны поляки-наемники, которые сидят в Кремле и раздают русские земли. Филарет в плену. Гермоген сидит фактически в Кремле, на хлебе и воде, фактически арестованный поляками, который давит на него. Но Гермоген так и не пошел навстречу полякам, и они его заморили голодным, в конечном счете. Но в это время, поскольку ситуация упростилась, в начале 1611 года в Поволжье и в северных городах Руси оживляется движение за освобождение Москвы. И вот здесь тоже есть один нюанс. Безусловно, земское движение Минина и Пожарского было совершенно замечательным, патриартическим. Но не нужно упускать и такой чисто коммерческо-экономический момент. Дело в том, что когда Казьма Минин кликнул клич «Создаем войско, закупая оружие и так далее, действительно было собрано войско, и оружие купили». Но на этом, страшно на этом заказе, нажились купцы вот этой вот зоны всей. То есть здесь была бы коммерческая выгода, и патриотическое движение. То есть можно сказать так, что купцы этой зоны очень ловко использовали такой патриотический порыв на значительные части населения. Это не бросает тень ни в коем случае ни на Минина и Пожарского. Но вот в жизни не все так просто. Не просто, сказать, такие идеалисты спасали Москву, а люди, добавлено всего, которые решали свои экономические задачи. И здесь была еще одна проблема. Дело в том, что до 1649 года, после выгодения Романова, и до 1649 года в России хозяйничали голландские и английские купцы, которые установили свой контроль над нашей торговлей, вплоть до того, что они цены определяли, в 1611-12 годах. И только в 1649 году Алексей Михайлович воспользовался ситуацией, когда казнили Карла I, он вызвал английских купцов и сказал, вы всей страны, всем миром такое злое дело совершили, нашего брата Карлуса убили, за это вам в Москве не бывать. И до того, как в 1667 году он принял протекционистский тариф таможенный, тоже прошло еще долгое время. Что стало происходить? Вот один из аспектов спута в чем заключался. Уже при Василии Шуйском сюда проникли англичане, которые начали активно договариваться с московским боярством, давая взятки, чтобы беспощадно разрешали везти с Востока, из Индии, из Персии восточные товары через Россию в Западную Европу. Представитель английской короны купец Мэйрик договорился об этом. И у англичан появилась заинтересованность в том, чтобы стабилизировалась политическая ситуация в России. И очень может быть, что часть денег этому ополчению, прямых доказательств не только в Костана Евгизе, часть денег была дана английскими купцами, которым нужна была политическая стабилизация для того, чтобы ушел нормальный путь. Я думаю, что если поискать эти документы в англических архивах, они, может быть, там и найдутся. Но в любом случае, то, как англичане себя повели после установления династии Романова, говорит о том, что некие договоренности у них, безусловно, были. И вот этот торгово-коммерческий аспект развития нашей Слоты его нужно тоже учитывать. Так вот, в 1611 году возникло вот это движение в Поболжье и на севере России. Были собраны деньги, было создано войско. И это так называемое второе земское ополчение. А что такое первое земское ополчение? Первое земское ополчение это ополчение под руководством Древа Бирана. Это атаматы Трубецкой-Безорудский и дворянин Липунов. Это так называемое первое земское ополчение, которое в 1611 году штурмовало Москву и загнало поляков в Кремль. Но Москву они не взяли. После чего вспыхнул конфликт между казаками и дворянами. Казаки убили Липунова и после чего дворянское ополчение ушло. И под Москвой остались только казаки во главе с Трубецким и Заруцким. Между Трубецким и Заруцким с одной стороны и ополчением Минина и Пожарского были очень скверные отношения. Вплоть до того, что Трубецкой и Заруцкий посылали наемных убийц, которые должны были убить прежде всего Пожарского. Потому что он был военачальник. Кто такой Пожарский? Минин, наверное, стоит купец. Кто его Пожарский? Пожарский был Реврикович. Он был потомком всемолода Большой Книздору. То есть это был человек не богатый, но знатный. И очень интересный факт. Он не выбирается, но тем, кто занимается Геральтик, они сразу же обратили внимание. Вот это Второе земельское ополчение, которое шло на Москву, оно шло под гербом Пожарского. То есть Пожарский, по-видимому, претендовал на то, чтобы стать новым царем. Потом была сочинена парька, что он якобы отказался от этого сам. Это неправда на самом деле. Он был заблокирован в своем подборе. Чуть-таки позже я вам расскажу. Значит, какая ситуация возникла в 1612 году? Болеки сидят в Кремле. В стране появился новый очередной царевич Дмитрий. Но все знали, что это Сидорка из местных псковских крестьян. В некоторых областях целовали крест Вареник и ее сыну Варенку, который считался формальным сыном Дмитрия, то есть лжедмитрия II. А к Москве двигалось земское ополчение Минина и Пожарского. На 4 месяца они остановились в Ярославле, где был собран Земский собор или Совет всей Земли. Люди это были хитрые, ушлые. Они говорили о том, что нужен царь Новый на Уси, вели переговоры с разными совершенно людьми, со шведами. На самом деле они собирали силы. Как я уже говорил, за русский трудизгой объявили Минины и Пожарского мятежниками. И потом Заруцкий расстарился с Трубинским и ушел с Мариной сначала в Калугу, а потом на Ярик. Там его поймали, посадили на кол. Марину не то утопили, не то задушили, а ребенка ее повесили. Это произошло в 1614 году. В августе в Москве создалась такая ситуация. Минины и Пожарские окружили Крепль, а на дуручку к Креплю полякам шел Герман Хаткевич. И он подошел к Москве и встретились войска Минины и Пожарского с одной стороны и поляки около Крымского брода. Теперь там Крымский мост. Тогда был Крымский брод. И они стали друг против друга. 22 августа произошел первый бой такой лёгкий. А 24 августа произошло главное сражение. Русская конница не выдержала удара польских гусаров. Если кто-то смотрел фильмы исторические польские, знаете, там польские гусары у них такие вот как крылья они несутся на скорости. Вот русская конница не выдержала удара. Нижегородская дворянская пехота удар сдержала. Ну ясно было совершенно, что еще один удар и все. И тогда Пожарский поехал к Трубецкому и сказал ну помоги. А Трубецкой сказал казаки помогать дворям не будут. И возникла сложная ситуация. И тогда хитрый Милин это он мне еще не напоминает Булшкову чем-то. Вот хитрый Милин тогда сам отправил казакам к конца и сказал ребята поможет нам весь польский опоз будет ваш. Но в такой ситуации если бы Трубецкой выступил против его просто порубили на куски. В нужный момент казаки ударили во фланг Хаткевичу, разгромили войско, захватили обоз и разграбили его. В этом плане можно сказать, что казаки въехали в русскую историю на обозе. Но и выехали они из русской истории тоже на обозе. Я имею в 1912 год. Вы слышали такую штуку рейд мамонтовая. Кто слышал? Можете сказать, что это такое было? В рейд казаков под руководством мамонтов если бы больше говорится, мамонтов. Это был рейд казаков под руководством адамана мамонтов, которые славили себе, что они грабили место на сфине. До этого все правильно. смотрите, мамонтов совершил действительно блестящий рейд. бот и лам красный армию. Рейд длился месяц. Воевали они только 7 дней. Потому что за 7 дней они прошли несколько городов, но им грабить не надо было. Дело в том, что они конфисковывали то, что было складировано чекистами, красными армиями. Они все это собрали и через неделю оказалось, что они собрали столько, что можно дальше и дальше и не воевать. И дальше 3 недели мамонтов только отбивался от красных, которые шли за ним и уходил с обвозом. Причем обвоз был такой, что генерал Май Майевский, те, кто смотрел фильм старый «Адъютантов превосходительства», там прототипом играется жемчуг, актер, играет белого генерала. Вот это и есть Май Майевский. Так вот, Май Майевский пишет, что он вдоль обвоза ехал на автомобиле 2,5 часа. Золото везли. Когда приехали в Новочеркасск, Роман Мамонтов пожертвовал 180 кг золота, чтобы церкви покрыть купола. После чего казаки себя никогда не считали русскими. Они все время говорили, белые и красные это русские, пусть они выясняют его же самоотношение. А когда казалось, что у них столько золота и столько добра, наградные, они сказали, пусть белые и красные воюют, а мы отсидимся. И они бросили белых. Что такое кавалерия? Кавалерия у белых это казаки, как танки во время Второй Главой войны. Казачки вернулись по домам, по станицам, зарыли то, что они получили во время похода, и стали ждать исхода. Ну, естественно, красные и белых разгромили, а потом в 30-е годы, как я вот нижний прочел, сотрудники НКВД вместе со внутренностями отбивали у казаков секреты, где они запрятали вот это награбляли. То есть казаки получили обвоз в 1919 году и вышли из русской истории. Въехали в 1612, выехали в 1919. Значит, Хаткевич не смог помочь полякам в Кремле, поляки умирали, голод был, причем были ужасы совершенно этого голода. Например, был полный бы. Если человек умирает в данном взводе, то тропу едят только мясом пользуются те, кто в этом взводе. То есть никаких дел. 22 октября был взят Мининым и Пожарским вторым земским ополчением Китай-город, а 26 октября поляки сдали Кремль на условии, что им гарантировалась жизнь. Но земское ополчение выпукло, сдержало свое слово, а казаки свое слово не сдержали. Они сразу же поляков порубили. И в 1612 году русские люди стали хозяевами Москвы. Произошло это по новому стилю, 4 ноября. Это то, что нам сейчас втюхивают, как день народного единства. Вот на самом деле народного единства никакого не было. Потому что осталось 2000 дворян и 4000 казаков в Москве. Они друг друга ненавидели. Смотрите, что пишет в известном романе Закоскин роман Юрий Велославский русский в 1612 году. Кузьма Минин в романе спрашивает бояль Велославского цитата «Указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались как неприятели гроинскими и браинскими воротами крема, Минин говорит «С одними супостатами мы справились, а как справимся с другими?» Но может быть это Закоскин придумал, может на самом деле все было по-другому, давайте посмотрим, что летописец пишет Хранист Это повесть о земском соборе Говорится так, ну здесь старославянские но вы поймете «И хажавы казаки в Москве толпы, где не двигнутся гулять в базарь человек 20 или 30, а все вооруженные самовластные, а меньше человек 15 или 10 никак же не двигнутся, а боярские женщины никто же с ними впреди глаголите не смеющие и на пути встретающие и бояр же в сторону воротящие от них, но токнут головы свои поглоняющие. Понятно, да? 30 боевиков казаков идут по городу, задевают бояр и бояре только им кланяются, то есть никакого единства не было. Это очень неудачно. Кто-то нашей власти посоветовал для того, чтобы оттенить 7 ноября, 4 ноября вот этим не было единства. Были казаки и были дворяне, которые друг друга ненавидели. И здесь возник вопрос «Нужен царь?» И вот когда у нас говорят, выбрали Михаила Романова, дело в том, что это перенос вот в неких реалий нашего времени. Люди 17 века воспринимали мир не через призму русских людей личностей, а через призму кланов и родовых групп. И выбирали не столько человека отдельного, сколько семью. И сначала претендовали три человека Шуйский, Воротынский и Трубецкий. Но Шуйских ненавидели. Кроме того, было понятно, что если будет кто-то такой известный, то будет грязня. Что касается Пожарского, как выясняется, его заблокировали казаки в его подворье, и он просто не мог принять участие в выборах царя. Бояре в такой ситуации решили пусть будет швед. Но решающего сыграли казаки. И обратите внимание, опять вот эта связка. Казаки, которые были за Лжедмитрия, они высказались за Романовых. То есть связка Лжедмитрия, оба казаки, Романовы, эта связка работала в течение всей Смуты. 7 февраля Земский собор по настоянию Келая Авраами Палецина выкрикнул Михаила Романова. Именно выкрикнул, и повторяю, когда мы говорим, Земский собор, это Романовская историография, Земский собор не может представлять 50 городов из тысячи существующих. Это нерепрезентативно. Боярки устраивал этот выбор, они отложились, и Земский собор возобновился. Они сказали, давайте обе обсуждать. И 21 февраля казаки ворвались в Кремль, набросились ругательством на Бояр, обвинили их в стремлении вести Боярское правление, ну и дальше они Боярку объяснили, что они сейчас порубят в капусту, если Михаила Роматова не изберут Боярки. И Боярии решили, что голова ближе к телу, чем что-то еще. И если голову срубят, то дальше уже игры не получится. Поэтому перепуганные думы и земские чины присягнули Михаилу Федоровичу. После этого ему торжественно на лобном месте присягнуло казачье войско. Но здесь опять же в каждой потере есть приобретение. Как только казаки сделали свое дело, клан Захарина Юрьевых развернулся в другую сторону, в сторону воярства. И здесь был очень твердый расчет. Очень интересно, что ставку Захарина Юрьевых сделали на предателей, на тех, кто сдал страну в свое время Владиславу. Во-первых, сами Романовы были соучастниками этого, и Михаил Романов юридически не имел право избираться, поскольку он дал присягу Владиславу, а он в этот момент был подбаном Владиславу. То есть с точки зрения юридической это просто государственный переворот. Да и юридической тоже, потому что когда казаки врываются и говорят пояркам порубим капусту, то ясно, что это государственный переворот. после чего нужда в казаках уже после 1613 года нужны не было, и Романовы начали делать ставку на тех людей, которые себя запятнали во времена Семибарькова. Мстиславский, Славякова. То есть они были все замазаны, и Романовы понимали, что если они замазаны, значит они будут поддерживать Романову, потому что нет другой игры. И вот 1613 год это некий этап Смуты закончился. В Дереволюционной России была замечательная история Преснякова, сейчас его почти забыли, но он написал целый ряд вещей по Смуте, значительно более глубоких, чем Ключевский и Платонов, которые специально, правда, у Платонов есть работа по Смуте, но Пресняков очень интересно работа написала, самое главное, на мой взгляд, он сформулировал главный социальный конфликт Смуты. Он написал следующее. Смута с социальной точки зрения была схватка казачества, крестьянства, владельческих земель, холопов и ниши на простой дворянство с одной стороны и среднего дворянства, среднего служилых людей купечества, с другой, эти последние были организованы в земство. то есть, смотрите, кто попытался свернуть Россию с того пути, на который ее толкнули Деван Грозный и Апричнина. Боярство, то есть самые верхи и самые низы. Середина общества, среднее дворянство и купцы выступили против этого. И середина победила. Верхи и самые низы проиграли те, кто хотел свернуть Россию на путь Боярской олигархической централизации проиграли. Пройдет несколько десятилетий, в 1649 году будет принято соборное вложение и самодержавие Ивана Грозного будет восстановлено полностью, абсолютно. То есть в результате смуты выиграли самодержавие и средние слои господствующего класса. А проиграли самые верхи и самые низы. Кстати, в этом отношении очень интересно после сравнения с муты начала 17-го века со смутами начала 20-го века и конца 20-го века. Вот в смуте начала 20-го века, веки которого Октябрьская революция, которую теперь новые учебники будут называть Велика Российская революция, получается, что у нас Февральская революция, это Великий Февральский переворот, Великая Позорная Временная правительство, тоже Великая революция, все это вместе, но это делается для того, чтобы убрать социалистическую революцию вообще из этой схемы. Так вот, здесь победители на самом деле низы. А вот если взять смуту в Горбачевщине и Ельцине, она повторяет результат смуты начала 17-го века. Самая верхушка номенклатура советская скидывается, проигрывают нижние части, которые были ограблены в 90-е годы, нижние слои селения, середина номенклатуры среднего уровня, теневики оказываются в победителях. То есть, при всех поверхностях, при всей поверхностности, внешности, аналогии исторических, смута начала 17-го века повторяет себя отчасти в событиях конца 20-го века. И если смута начала 17-го века стала проломом к закрепощению, крестьянства, ухудшению его положения и городского населения, то смута конца 20-го, начала 21-го века привела примерно к таким же результатам. Значит, ну, я не буду говорить вам о подробном о Романовых, но нужно отметить вот, что в 1613-м годах смута не заканчивается совершенно. Против Романовых восстали юг страны, куда ушел Зарусский, и самое главное, против Романовых выступил по Волжии и Северам. То есть, те, та зона, откуда пришли спасители Руси. Они выступили против Романовых. И в 1613-м, 15-м годах шли боевые действия. Кроме того, смуту нельзя было считать законченной, пока Россия не договорится со Швецией и с Польшей. В 1617-м году Россия подписала Столбовский мир со шведами, а в декабре 1618-го года Диуминский мир с Польшей на 14,5 лет. Михаил Романов пошел на очень серьезные уступки для того, чтобы вытащить своего отца из Польши, который, повторяю, не содержался там в Аковах, но тем не менее поляки его не отпускали. По вот этому миру Филарета отпустили в Москву, в Россию, и он в 1618-м году возвращается. Вот 1618-й год можно считать реальным окончанием смуты. Если латентная фаза смуты началась сразу после Ивана Грозного, такая скрытая, и все закончилось в 1618-м году, то получается, что смута длилась у нас 30 лет. Это вообще нормально для смутного времени, потому что если посмотреть на начало 20-го века, смута у нас началась в 1905-м году, а реально, на мой взгляд, смута закончилась в 1939-м году, в 18-м съездом ВКПП, то есть тоже длилась 30 лет. Смуты действительно в широком смысле длятся около 30-ти лет. И заканчиваются либо распады страны, либо восстановлением государственности. Хотя нужно сказать, что те люди, которые восстанавливали государственность после восстанения Романовых, конечно, были люди далеко не первого политического сорта, это были повторяем предатели, представители старых московских родов, сдали страну. Ну и последнее, что можно сказать о смуте. Смута не устранила потенциальный раскол общества. Она загнала его внутрь, и весь 17-й век Русь трясла. Кто напомнит, как русская история называется 17-й век? Бунтажный век. Совершенно верно. Бунтажный век. И можно сказать, что в Романах, которые повторяют по-видимому были криптокатоликами, я очень рекомендую книгу, это историк, это писатель, но он работал в западных архивах, и у него нет смысла какие-то вещи скрывать. Валерий Куклин. Книга называется «Главная тайна смуты». У него есть сайт, кстати, он живет в Германии, у него есть сайт, наберите его, Куклин, у него есть роман смута, я очень рекомендую его посмотреть. К сожалению, дело с дилетантами происходит такая штука. Дилетанты с одной стороны видят то, что традиционные историки видят и не обращают внимания, поэтому дилетанты видят часто очень то, что традиционные историки не видят. Но поскольку дилетантам немножко образования не хватает, они совершают ошибки по мелочам и подставляются в этом отношении. Но к этим ошибкам нужно относиться спокойно и то, что выбирают полезные вещи. Книжка Гуглина «Главная тайна смуты» очень хорошо прочищает мазки. По крайней мере, с автором можно не соглашаться, но он по крайней мере вытаскивает все острые моменты смуты, которые дилетанты историки. Историки советские обходили. Сайт был очень интересный. Куклин. Куклин очень рекомендовал. Вот с точки зрения наших дней смуты интересно вот чем. Смута создала модель двоевластия. С тех пор все русские смуты протекали в виде главного образа двоевластия. Что такое двоевластие в первой смуте? Тушинский лагерь против Василия Шинского. Что такое двоевластие? Второй русской смуты. Это Петросовет против временного правительства. Хотя в значительной степени противостояние было эффективным, потому что заседали в одном и том же попрасно, скрыли в одном и том же помещении и состояли в одних и тех же масонских ложах. Но формальное противостояние было. Затем красное и белое. Затем противостояние последней смуты. Это Ельцем против Горбачева. Затем Ельцем против Верховного Совета. В России смута это всегда двоевластие. То есть смута заложила некую модель. Еще один из уроков смуты, и я думаю, что здесь нужно копать, копать, но, к сожалению, специалисты по русской истории, они не занимаются очень важной вещью. Они отрывают русскую историю от процесса, который приходил в Западной Европе. И они не смотрят на очень важную вещь, экономическую историю. Тоже скажем, мы историю почитаем, что там папа помог деньгами вот этому походу на Россию. Откуда у папы деньги? У папы денег никаких не было. Папа сидел на содержании ломбарских и венецианских купцов, а вот это уже очень интересная игра получается. Получается, что венецианские и ломбарские купцы финансировали не только процессы, которые шли в Европе, не только в 30-м войне, но и нашу смуту. Финансировали в своих интересах. У нас почему-то думают, это большая ошибка. По крайней мере с 14-го века у нас банковских домов Барди и Перуц, а затем Вердич в 15-м, я уже не говорю о ломбардцах и венецианцах в 16-м веке, которые финансировали английские и всякие мероприятия испанские. Это очень-очень важная вещь. То есть смута это интегральный элемент европейской истории. И то, что после смуты Россию не прихватили, то будет только по одной причине. Потому что в Европе бушевала 30-летняя война, в которой были заинтересованы те же иницианцы очень активно и англичане, поскольку тем самым отвлекалось внимание от процессов, которые шли в тех зонах, которые были интересны для этих двух групп. И вот эти 30 лет они дали перебежку России. Россия успела встать на ноги. Поэтому в середине 17-го века могла уже бить поляков, могла выгонять доланских английских купцов, и так далее. Вот собственно что я хотел бы рассказать о смоте, поскольку это очень важный момент. В следующем году я хотел бы два исторических таких вброса сделать на Причнино и 17-й раскол, который очень важен. Но потом будем двигаться потихонечку, заполняя ячейки по смотным делам. Еще раз хочу сказать, что смута, хотя она была в начале 17-го века, это не вчера. Смута это постоянно присутствующая потенция русской истории. Потому что как только власть слабеет, возникает двое власти. Это безусловно признак смутного времени, и штука это очень неприятная и не хорошая. Поэтому смугу начала 17-го века нужно изучать и с точки зрения русской и с точки зрения международного. Потому что смута была попыткой установить контроль прежде всего католический над Россией. Из этого ничего не вышло. Но династия криптокатоликов Романовых оказалась в власти. И именно эта династия в 17-го веке организовала религиозный расход и окончательно оформлено крепостное состояние. То, чего отговор этой династии никогда не было. Если есть вопросы, я отвечу. Да. Можно ли говорить о том, что в середине 18-го лет, 18-го после смерти Екатерина первой и Божественного престола Романова и России тоже была в весну. В принципе, была та же самая ситуация, с кондициями, когда лекарств до того времени, я понял вопрос. Я понял. Это не была смута, это была эпоха дворцовых переворотов. Знаете, что значительно больше похоже на смуту? Вот это смута сверху. Петровские реформы, которые, безусловно, там не было двое власти, но по целому ряду параметров Петровское время, Петровский погром, когда страна была, по сути дела, разгромлена, вот это значительно в большей степени напоминает смуту. Но то, о чем вы говорите, это просто дворцовый переворот, потому что смута, это когда захватывает и социальное дно. В этом отношении, скажем, 90-е годы, когда смута охватила даже криминальный мир, когда рядом с парами в законе появились авторитеты, которые прибавили на понятие, которые, по сути дела, это была смута и в криминальном мире. То есть, здесь было перевернуто все. Ну и, естественно, начало 20-го века. А то, что было в середине 18-го века, это были обычные дворцовые верхушечные перевороты, которые не затрагивали низ. Смута, это как раз то, что тогда сверху доходит до самого низа. А если осмотреть ситуацию, что они бы смогли захватить власть англана, главной номинальной правительности, соответственно, делать то, что хотели, и так бы дошло. Вы знаете, вообще обычно говорят историю не знают с локального выполнения, я не согласен с этим, это историю, я не знаю, они хотят думать. У истории всегда несколько вариантов. Дело в том, что в России на тот момент уже отстоялась некая структура, и общество начинало постепенно костенеть, и очень трудно было расшарать. Ведь в чем еще была серьезная причина смуты? А Причнина расшатала страну, она создала им у него самодержавие, но она расшатала страну, и можно было побороться, скажем, казачество могло побороться, вытеснить дворянство. Когда общество отстоялось, то здесь уже очень трудно что-либо делать. Даже если здесь любую вещь, они уже не идут, здесь как каркас есть. Еще есть вопрос, да? Давайте. Ну, смотрите, а нет ли по вашей логике смотря сейчас? Ну, потому что, например, если мы посмотрим на то, что говорит Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, у них, например, абсолютно разные позиции, по основному граждану вопроса, начиная и заканчивая, очередным там гарантизация. Не можем ли мы говорить до сейчас это фактическое боеволазие? И то же самое виду правительства, например, то же самое министерство финансов, да, то же самое что углавляет товарищей Суланова, но по сути право будет стараясь говорить политику товарищей Бейдова. Да, я понял вопрос. Вы знаете, какая штука? Да, если да, то чем-то выражается. Значит, и да, и нет одновременно. Я думаю, что, безусловно, с конца, середины 80-х мы въехали в смуту и скажем, как Бачевская шваза, это было что-то слово на каерность, слово говоря, боярская смута, затем в 90-е годы это пошло на уровень ниже. То, что мы имеем сейчас, на самом деле у нас нет, конечно, при власти, у нас, сказать, власть одного человека, другое дело, что социальная структура в стране и властная структура такова, что есть две группы в этой структуре. Одна часть, и мы только условно говорим, что это фигура медведев, потому что она эта фигура чисто внешняя. Одна часть это люди, которые выступают за теснейшую интеграцию России в мировой рынок за приход сюда транснациональные корпорации. Другая часть, которая в плане экономической политики не очень сильно с ними расходится, но они полагают, что здесь должно быть государство, и это наша зона, поэтому, вот сказать, нам не нужно здесь социальная корпорация, мы сами это все будем контролировать. То есть, на самом деле, это то, что мы видим сейчас, на мой взгляд, это не злуда, а выяснение отношений, причем такое выяснение отношений с использованием такого политико-юридического аппарата между двумя фракциями господствующих групп постсоветского общества, которые остались в наследство от Ельцинского времени. Причем, в Ельцинское время, в 90-е годы, там вот эта группа, которая была за приходу транснациональной корпорации, она была вообще, так сказать, она не действовала безразделия, это так называемая семибанкинщина. А вот на рубеже 20-21 века, с приходом в ВВП, ситуация стала меняться, и мы сейчас имеем на самом деле совершенно разные группы. И смотрите, как выруливается вот этот государственный вектор, что ВВП сказал во время своего последнего послания по поводу, вот я в это время в Лондоне был и читал, я посмотрел, как окрысились на его фразу, но вы знаете, что он сказал? Разницы между Кромвелем и Сталиным нет никакой, потому что Кромвелем, что делал Кромвелем, что делал Сталин. Я бы на месте только нашего лидера сказал бы, Кромвелем не лучше, например, в этом отношении Гермих Восьмой, Гермих Восьмой, который уничтожил 10% населения Англии. А Елизавета, его дочка, она еще добавила примерно столько же. Там было 700 тысяч при Гермихе Восьмой. 70 тысяч отправили, это были люди из Годиальной земли и поскольку они вродяги, были их вешали. Это было бы круче, например, с Кромвелем. Но и Кромвелем тоже неплохо. Вы не представляете, как обрушилось, я каждое утро читал 5-6 английских газет. Минский газет очень похоже друг на друга, там материал остается один. И вот лидер-матер был такой, как можно сравнивать Кромвелем или Сталина. Сталин уничтожил 20 миллионов человек. Ну, это вот Сухинистовские все эти вещи на счет 20 миллионов. Но смотрите, и в это же время повесили доску с Брежневым. Вы знаете, да? Мемориальная доска на доме держал Брежнев. Ее на прошлой неделе повесили. В это же время выступая там, Бевец Кобзон сказал, что Сталину нужно поставить памятник. Но это уже он просто после выступления Путина. Вот. То есть, вот эта государственническая линия, она, безусловно, набирает силу. И это уже не похоже на Сухинистов. Это похоже на совсем другие вещи. Это похоже на ситуацию двух фракций в господствующей группе, из которых одна, ориентированная на запад, на транспортную корпорацию, безусловно, находится в отступлении. Но, повторяю, с точки зрения экономического курса они очень-очень похожи. Разница только в том, что Петя говорит, ну раз экономическая либерерализация, то пусть придут трансоциальные корпорации. А здесь речь идет по государственности. И наша либераста не вообще государственность, в случае, не любит российского. Поэтому и Ивана Грозного они не любят, но любят Петра Первого, тем не менее. У Черномырдина висел портрет Петра Первого. Это очень показательная вещь. Петра Первого, при котором 25% населения разбежалось, был уничтожен. Вроде бы он был очень жестким правителем. Тем не менее, наши думцы его очень любят. Хоть Ивана Грозного и Сталина очень не любят. Разница совершенно понятна. Петр Первый, при всех его реформах, он давал ближайшему своему окружению возможность воровать практически безоказанного. Ну, мог палкой избить от ярости. Но его социальная программа была другой. Иван Грозный и Сталин это была совершенно такая антиолигархическая позиция. Потому что Петр Первый, он избирал по сути дела олигархию. У него не получилось то, что получилось у Ивана Четвертого. Так что в этом отношении думаю, что о смуте сейчас говорить вряд ли можно. Единственное, что осложняет ситуацию. Вот этот самый очень мощный внешний фактор, давление хотят Украина показала, что комбинированный удар Запада не достиг цели. Ведь забыли свои при этой украинской ситуации, забыли свои разногласия Европы, Америка, все рванули на Майдан. И Украина по экономическому плану Европе нахрен не нужна. Это лишняя головная боль. Но тем не менее надо ее оторвать по геополитическим соображениям от России. И все силы были брошены на это. И ничего не получилось. То есть это означает вот в 90-е годы, если бы это было прилик с ним, они бы это сделали элементарно. А вот сейчас уже не получается. Потому что совсем другая ситуация и другое соотношение сил в том слое, который можно называть господствующим в России. То есть в этом отношении Украина была очень интересной. Давайте пойдем в полу. Уже говоря о том, что Смута в 17-е годы пристынет. Мне стоит говорить о том, что посудно-речное внедрящее подписание евразийского договора под нас это и будет завершение того 30-летнего принято, который начался в 18-е годы перестройки и заканчивается. Мне бы очень хотелось надеяться, потому что наши выходы Смуты не могут быть просто выходом России. Нужно собирать свои педи и крохи. И поэтому кстати на Евразийский Союз очень нервно реагирует не только в Европе, но и в Китая реагирует очень нервно на Евразийский Союз. И скажем присоединение Украины к таможенному Союзу вот это сразу с их населением это резко увеличивает демографическую массу, которая экономически очень важна. Но вы право в том, что наш выход Смуты будет восстановлением той территории, это выход за российские рамки, это присоединение такой довольно большой зоны. То есть это воссоздание исторической России. Дальше. Кто там поднимал? А можно продолжить этот вопрос? С аналогией 1939 года допустим, война началась. После чего? После 1939 года окончание Смуты начал отзавтра. Может не означать и грозить нам на 15-й год как нолик глобальной войны? Знаете, это очень хороший вопрос, очень глобальной войны. Дело в том, что если бы мировой правящий класс, мировые бружины были консолидированы и едины, они, конечно, уже запустили бы процесс войны, поскольку война позволила бы списать очень... Она, во-первых, позволила бы уничтожить огромные вот эти вот пузыри финансов и очень многое другое. Но дело в том, что мировой правящий класс, верхушку мирового капиталистического класса, она расколота на две части. Одна из них хотела бы... Ну, я, кстати, Сирию очень хорошо показала. Одна часть хотела о региональной войне, а другая часть очень не хотела. Ведь это не только Россия и Китай не допустили войны на ближнем высоке, но и часть европейских банкиров, которые были... Что было бы, если бы началась эпилемия эта война с участием Ирана в регионе? Ирана условно рано или поздно должен был бы закрыть Армудский пролив. Это означало, что цены на нефть подскочили бы со страшной силы. Хорошо, американские нефтяки. Это удар по Китаю и по Евросоюзу. Поэтому те европейские финансисты, прежде всего гражданские, прежде всего ротшины, которые вложились в Китае в Европу, они были категорически против войны. И если вы помните, именно в американском парламенте впервые он поставил первый блок на пути этого. Мы постоянно говорим, что нельзя допустить войны, но вот это противоречие наше руководство и использовало. Поэтому, безусловно, война остается таким средством, которое решает массу мировых проблем. Но при расколотах мирового мастер-мышлета это довольно сложно. История никогда не повторяется вот так вот сто процентов. Дальше, что у нас там? Давайте. Можно ли сказать, что Украина сейчас не тревает период смуты? Ну, конечно. Но дело в том, что это такой отголосок, то есть смуты, которые, ее не надо тратить от общей советской смуты. Это, вот сказать, часть того, что у них продолжается то, что задухает, то продолжается то, что произошло, то, что было у нас. Но в Беларуси это все, батька, закончил. У них продолжается. И будет продолжаться, вы знаете, я, притом, что я очень высоко целью ставил, я полагаю, что его решение пересоединить западную Украину, но перед войной это было обратно. Но после войны это брать не надо было. нельзя глотать то, что не может переварить. Надо было оставить поляков. Пусть бы они друг друга любили Украину, западные украинцы и поляки. Пусть бы они друг друга любили в рамках одной страны. И я думаю, что пока Украина будет оставаться таким геополитическим целом, который она остается, там будет постоянно вот этот вот пузак. И, к сожалению, можно признать, что, я не люблю слово Гумилева, пассионарность, но как бы так можно использовать. Нужно сказать, что западенцы, конечно, они такие пассионарные ребята, потому что Донбасс, Харьков, вот эта зона, но она не так себя активно ведет. Если бы они так активно себя вели, как западенцы, там бы все было по-другому. Ну да, это такая русская, украинская спута. Да. А, у меня тут немножко не поднимый вопрос. Вы вступление часто отбираете с научно-теорией системы. Могли, пожалуйста, советовать? Пожалуйста, Садовский, основание общей теории системы. Дальше книга Аверьянова, но не Виталия, я сейчас забыл инициалы, система. Александр Богданов, Тектология. Тектология. Любые статьи Людвига фон Берталанфи. И книга Петрушенко Самодвижение материи в свете кибернетики. Кстати, кто-то из ребят у меня вконтакте ее выложил. С Петрушенко произошла вообще трагическая вещь. Он в 73-м году писал потрясающую книжку. Ему не хватало образования, поэтому он, с одной стороны, кое-что не прописал, что знают все, но, с другой стороны, поскольку в Англии были загаданы, он написал то, чего никто не написал. Книжка потрясающая. Его книгу покритиковали, пригласили в Москву и сказали, слушай, ты вот это прочти, пиши теперь как надо. Он написал через 6 лет книгу «Принцип системности», работа Марса Эклеса Ленина. И вот это уже была абсолютно тусклая книга. То есть она была написана правильной, как надо, но быстро ушла, понимаете. Так что вот по теории систем я очень люблю Владимира почитать. Дальше. Вопрос общего характера. Многое обсуждают по полуразвитию рекламы, и в истории современности. Насколько вообще это устойчивая структура и если там что-то возникает такой, скажем, чисто на видовом уровне сомнения, насколько они могут там больше, там, 3-4 поколения находит. Вы хорошо сказали насчет 3-4 поколений. В социологии это называется эффект Буденброков. Это роман Томаса Манна в Буденброке. Там, значит, первое поколение рвется, делает карьеру, второе консолидирует, третье уходит на луку Эльжиры, четвертая Могена, и все проиграет. Кстати, у Ибн Хальдона, который жил в 14 веке, у него тоже цикл из 4-х поколений. То есть приходят бедуины, вырезают горожан, создают новую династию, второе поколение создают империю, третье пользуется этим, а четвертое вырождается и приходят новые бедуины из пустыни, вырезают и все начинается снова. Но в целом это какая-то но дело в том, что при капитализме появляется масса возможностей уйти от этого. Например, английская аристократия очень ловко, например, большую роль в 20 веке в отстаивании интересов главных структур и закрытых структур английской британской знати и финансиста сыграли два человека Герберт Уэллс и Альфред Милкер. Это люди были из среднего класса. Кстати, последний пример совсем. Петчериха, пожалуйста, она же из семьи бокалейщика, она предала свой класс, ее вытащили, отсмотрели, вытащили и вот эта система подвытаскивания для своих интересов людей, которые могут для того и создаются наднациональные структуры согласования и управления. Киссинджер, пожалуйста, пожалуйста, Жизинский и здесь можно в этом отношении план должен ослабеть. Я не думаю, что у Ротшидда сейчас достаточно много толков у него себе, но есть деньги и есть люди аффилированные с ними, которые создают такой кластер, я по этому все время говорю, когда мы говорим о Ротшидде, это узлов, это Ротшидде и те люди, которые на них работают. И то есть все равно планы остаются. придурок, прийпой этот Альберт Гремальди, но у него есть своя ниша, потому что Клан Гремальди как осуществлял связь европейской аристократии с криминалом, так он и осуществляет. Там есть люди, то, что называется на итальянском консильоре, советники, которые, помогают решать эти вопросы. Структура западной элиты последние 30 лет развивалась так, сохранить власть вот этих банкирских семей, туда инкорпорируют очень на хороших условиях дальний родственник, как Харанфеллеров братья Далеса. Вера и Правда служат своему классу. То есть это действительно значительно более широкая структура, чем клады. Это в Средневековье. Клан Гремль выродился и все. Буржуины в этом отношении действуют очень хитро. Причем революция на Жаркове. Ну и чего? Другое дело, что вот нынешняя ситуация, я думаю, что с такой кризисной ситуацией игровая капиталистическая вертушка, как сейчас, она еще никогда не сталкивалась. Вот это очень серьезный момент, когда можно играть на противорече. Ну, кстати, наши, так сказать, успехи в этом году, успехи Путина по украинскому и сирийскому вопросу, это, безусловно, использование противоречий в верхушке. Здесь очень интересные были моменты. И, кстати, и у Китая вовсе, кстати, не такая однозначная ситуация была, там тоже в Китае разные, совершенно есть группы, потому что, когда мы говорим Китай, или говорим Америка, это очень большое упрощение. Я очень люблю цитировать Александр Адельбаля, мой геополитический есть в фанцутке, замечательный, он говорит американский е, внешний е, обитий ки, то есть, скажем, два, две, три группы, скажем, кланы, которые стояли за Обамой, им не нужна была война в Сирии, ни в коем случае, а вот, скажем, другим группам была, но победили в Безе, потому что они вступили в союз с кланами западными, то есть, и западноевропейскими, и с российскими руководствами, которым не нужна была война в тот момент. К сожалению, у нас, я говорил об этом уже несколько раз, к сожалению, у нас всерьез западная элита не отличается, это неправильно, потому что, если ты хочешь играть в противниках, скажите, если у него матч в чемпионат мира по шаху, условно, Каспаров против Корчевого, ну, Корчевого был последний любитель, а за Каспарова уже, там, герасмейстеры, сидели, которые рассчитывали, как пройти, ну, в шахватах понятно, что так нужно делать, а почему-то в политике это непонятно. Есть еще вопросы? Да? Вы сейчас сами говорили в Китае, китайский роман социализм с китайской спецификой переводится как союз планов, а кто-нибудь из-за слова принято? Да, совершенно верно. А кто-нибудь изучает действия открытой источники по изучению этих планов? Вы согласитесь, что у всех принцы шанталицы в один этот фасад? А Китай, вы смогу сохранить тысячелетнюю историю, если бы не было... Понятно. Очень хороший вопрос. Вы знаете, какая вещь? Вот я вместе с сыном, я подготовил, читая тона, программа, в своем месте. Мы писали такой курс с ним. Называется «История западного востоковедения». И я был востоковедом по исходной профессии. И я просто знаю очень хорошо, как занимаюсь Китаем, в Америке. Вообще, Китай, американцы стали вплоть заниматься с 45-го года. с точки зрения такой чисто количества достигли больших успехов. Но есть одна вещь. Дело в том, что вообще, когда человек начинает заниматься востоковедением, он сталкивается либо со славянским, либо с ибийским, либо китайским. И вот, как мне говорили те же американцы, когда ты сталкиваешься с азиатской культурой, разные культуры, разные общества, они создают разную степень культурно-психологического барина. Но вот западному индологу, просто у нас много западных отношений, и кроме того, у них контакты больше. Вот индологу, для того, чтобы войти и начать чувствовать целевую иначе, ему нужно примерно 8-12 лет. 10-15 лет нужно человеку, чтобы почувствовать исламское общество. Но самое тяжелое это Корея Япония-Китай, там 20-25 лет. Что делают американцы? Они чаще делают, чем англичане. Они же не санкидаряных, японских, но поскольку они там работают, и это, как говорят культурологи, это сокращает путь вхождения восточную культуру вдвое. Теперь, что касается элиты. Я не знаю сильных исследований по китайской элите. Есть, и следующее интересное исследование по японской элите, американские, которое показывает, что тысяча японских элитарных семей, вот так, те, кто был в конце 19-го века, конечно, упали в брак, в эту самую несчастье, упали в законную зону. но здесь элита исламских стран индийская религия лучше изучена, потому что индийская религия практически поняла западный язык и западное мировоззрение. Ислам авраамической религии это близко. Китайскую и японскую элиту вообще очень трудно изучать, потому что это, во-первых, это евреографическое общество, в него очень трудно входить. А если ты, что значит изучать элита? Надо понять, как она думает. Они думают по-другому. У меня есть знакомая, это один из лучших специалистов по криптографии нашей страны, математик, серьезной структуры. Он работает регулярно. У китайца, подошел американца, и он по криптографии написал книжку по-английски 200 страниц. Ну, как вы думаете, при переводе на эроглифический язык, это сколько должно быть страниц? На русском? Нет, с английского на китайский. А, ну, ты еще не знаю. Не-не-не-не-не, 200 страниц, и иероглиф, это же со слов, то есть 100 страниц. Вот, он тоже думает, что будет 100 страниц, а вышло 200 страниц. И его приятный китайец, который переводил, он говорит, как это так может быть? Он говорит, ты понимаешь, какая штука? Ты все-таки не очень подходишь механистически, как европейец. Китайский язык иероглифический. То есть у нас не понятие, у нас образы. Каждый образ многосмыслен. И мне нужно для того, чтобы ты, у тебя много понятий, для того, чтобы мне объяснить, мне нужно страницу написать, чем и является это то, что говоришь. И, то есть, это текст разъяснения. Отсюда масса всяких вещей. Мы, есть трудности при переводе внутриевропейских языков, вот, с китайскими и японскими языками здесь вообще очень серьезная проблема. Например, вы знаете, что в партии гомендант в китайском языке дословный период революции это смена мандата. Дело в том, что у императора есть мандат небонаправления. Если он плохо правит, значит, его можно свергнуть. Сменить мандат. Смена мандата. Сверху глобать на пуху. Вот. Смена, это очень вольная европейская трактовка. Смена мандата. Дальше, скажем, была такая, в первой партии дурманской социалистической программы. Вот, когда они приезжали сюда и переводили здесь на дурманский язык в 60-70-е годы труды Марксана Бесселлинина, они не понимали, как это может быть. Единство и противоречие. Единство, это понятно. противоречие в бурдистской культуре. То есть, дело в том, что иной культурный ход не позволяет очень-очень многих вещей. У нас есть такой китайский, он разведчик, девятый, нюрис, конечно, «Практическая китай-вития». Он очень хорошо объясняет Китай, исходя из вот язык собственных представлений. Ну, например, самое страшное для китайцев потерять лицо. И японцы это не выполнить свою функцию, ролевую функцию. То есть, то, что мы называем европейской личностью, для китайцев с нашей точки зрения, потому что это наша реконструкция, это совокупность ролей. Это некая совокупность ролей, которая меняется. Поэтому, скажем, то же Диятов пишет, китайцы очень трудно объяснить, что такое сентиментальный сентиментальный героизм. То есть, что такое дело к этому, это совершенно понятно. Изучение китайской и японской элиты эмпирически, я думаю, что и спецслужбы изучают, кто к какому классу относится. Но понимание внутренней структуры, понимание того, что, скажем, за народно-воспоративной армией Китары стоят некие главные структуры, а за которыми стоят общества, традиционные, идущие там от 17 века, и это все очень сложно упаковано, должны заниматься большие, целые институты. Кстати, у китайцев такая же проблема, у них есть институт СССР, который изучает СССР по дальним уголам. Почему СССР развалился? Они сейчас делают 9-ти серийный фильм, СССР называется в основном, о разрушении СССР. Ну, на китайском, естественно. И такую трехсерийную версию для партийных работников. Это как раз своим либералам показать, что вы, так сказать, вы такого не делаете. Но вопрос, вопрос очень серьезный. Действительно, у нас китайская и лимонская элита это наиболее такие, так сказать, слабые места. И американцы, которые говорят, как хорошо они понимают китайскую и японскую элиту, это, так сказать, это тоже многоемпирических исследований, но из тысячи джун они не сделаны одного рода японских. Кстати, а можно сказать, что такое исследование японское было в одной благодаря оккупации Соединенных Штатов в Японии, соответственно, то есть, японская оккупация. Отчасти, отчасти, да. Но я бы сказал, по-другому. Япония значительно меньшая страна, чем Китай. Япония это страна-имитатор, который и у китайцев заимствовал. Причем, активно, например, есть японский игроков, это китайская игра боицы, но весь мир говорит, что это игра игроков. Японцы развили эстетику, но это часть китайской культуры просто в Китае, эстетика не выбирает так активно, как здесь. Так что Япония просто значительно меньшая страна, во-вторых, она позже развивалась, чем Китай. И поэтому им легче было совершить тот рывок, который они совершили. Ну, оккупация, да, был период, когда их просто прижали, когда можно было... Дело не в том, чтобы открыть архивы и это читать, но и дело в том, чтобы еще это понимать. А американцы в период оккупации японцы относились с очень большим предупределением. Вся история с тем, как они забрали мечи, даже у семьи Тракугава отобрали мечи, говорит о том, что они будут такие вещи не заделать. Есть еще вопрос? Да? У меня только вопрос. В последнее время очень много работ появилось о том, что изначальная проблема кобилизации задумалась еще в Древней Египте, Шеверсии и тому подобное. Соответственно, они методом инвекуляции выявили многие в едино, даже на целом дороге. Как по отношению к коктанам я не верю. Не верю. Нет. Это слишком, знаете, это слишком круто, чтобы быть прав. В истории значительно все хитрее происходит, и в истории очень много всяких таких побочных моментов. Дело в том, что реально то, что сейчас приписывают древние египтяны, реально такие вещи можно было делать только с 17-го, 18-го века, когда появился целый ряд условий, которые я писал в своей книжке «Капитальный карк заработок». Это не значит, что раньше это было невозможно. Но вот демплиеры попытались его союз создать, и римский папа, и французский камер дали по рукам, и у них ничего не получилось. Барки берутся, банки попытались паутин в 14-м веке создать, ничего не получилось. И у Медичи не получилось. А вот в 17-18-м веке получилось. То есть в 14-м, в 15-м век еврейские банки у них ничего не получается. А в 17-м, в 18-м получается, потому что общество другого типа. Это при том, что, безусловно, делались попытки и египетские жители пытались создавать некие культы. Я глубоко преждал, что многие культы дожили превращенным в виде до сегодняшнего дня. Но насчет того, что их там не задумали мультализацию, они вообще в других категориях размышляли совершенно. У них другая картина мера была. То есть чтобы понять, что они хотели, нужно понять, как они думали. Это очень-очень такая трудная вещь, потому что те реальные отражения, в которых были вклады, этих реальных уже нет. Это очень сложная ментальная реконструкция вот этих вот штук. Да? Андрей Ильич, вы едем третишься на 300, но с точки зрения истории, вы можете вы замечали какую-то метафитику и случайно случается с ним? Метафитику истории видите ли вы? Нет, дело в том, что металька она не имеет отношения атеист-не-аттеист. Метафизика у нас существует независимо от того, что ты атеист или нет, и метафистка, более того, существует магия, как форма манипуляции энергоинфункционными потоками. Вот, только мы это называем магией, а это на самом деле форма манипуляции инфункционно-энергетическими потоками. Вот, здесь можно по-другому, здесь другая, это не проблема атеизма, есть, метафизика это совершенно другая плосность. Дальше, Зав. Вы говорите о тех структурах, более древних, чем, скажем, в 17-е век, когда уже существовали и некоторые все эти пришли в нашу. Как они пережили революцию и нарушение в Китае? Как они влекат темы в строительстве? И вовремя, и вовремя, и вовремя, и вовремя, и вовремя. Дело в том, что, знаете, какая вещь, представители старого китайцев вообще, традиция тайных обществ идет очень издавна. И уж кто-кто умеет переживать смутные времена, значит, самым серьезным испытанием для китайских тайных обществ была манчжурская эпоха, династия Цин, когда в середине 17-го манчжура установили власть над Китаем и сопротивлением манчжурам пошло по линии вот этих традиционных обществ. Если вы посмотрите крупнейшие китайские восстания Желтые Балянские Красноправые Хуанчао Лидзи Чен Тайпины за каждым восстанием стоит то или иное тайное общество. Но другое дело, что тайное общество, которое считалось в 13-м веке, оно в 17-м веке уже другое. Так же, как масоны, это вовсе не дамплиеры и вовсе не это некая модификация. У них есть свое многоразвитие и люди придумывают себе некую традицию любого ко всему если ее не хватает. Люди изобретают традицию, но передается некая общность и некая совокупность идей. Передается метафизика, передается метафизика вообще без невозможных физических и собственно тайное общество это и есть форма существования традиции как метафизики, то есть информационные энергетические структуры я не хочу пользоваться словом Дегрегор в данном случае там что-то нас далеко уйдет но вот схема здесь именно такая но вообще повторяю изучение закрытых обществ это очень важная вещь по сути дела нужно историю переписывать с этой точки истории историю переписывать потому что когда я читаю например Англия и Франция в 14 веке Англия и Франция были столетние войны это война двух династий а где Ганза а где Тамплиер а где Францисканция а где она мы проецируем историю 19-20 века Англия 14-15 они в таких категориях вообще не воспринимали это и история реально не была такой то есть нужны другие единицы анализа для понимания этих вещей да вы знаете у меня мне уже вчера и сегодня два дня мне звонят из разных интернет-порталов и газет мне неинтересно просто мне неинтересно мне спрашивают как вы думаете Котарковский вернется в Россию или нет я говорю я не знаю мне это неинтересно совершенно вернется он вернется он или нет но я думаю единственное что конечно все что произошло это вот не произошло там на пресс-инференции приготовился уже так полтора месяца назад и я думаю что безусловно Котарковский должен был дать какие-то обязательства чем он будет делать чем он ничего не будет делать поэтому даже все вещи этого неприятно он говорил про наше главное начальство он говорил очень аккуратно сказал спасибо что вот семью не тронули то есть это как бы не только бог вот бритвы полоснули но это же добрый человек оказался то есть он в рамках отвечает но понятно совершенно что у меня эта фигура меня не интересует эти фигуры поскольку все эти фигуры они никогда не были самостоятельно они выскочили при алкоголике с девяносто шестого и девяносто девятый год и коробки коробки мегатерских пенок которые не самые интересные да не знаю не знаю нет 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 никакого журнала как мне больше нет и дело в том что конечно этот журнал как и вся западная пресса по сравнению вот я начал читать все середине 70-х годов где-то на рубеже 80 90-х годов уровень стал проседать интеллектуальный но до сих пор я читаю так же как икономис который стал очень примитивный я читаю курки до корки просто знаешь вот как понятно какую картину мира создает вот есть тоже очень уровень просела тем не менее вот эти вот вещи у нас к сожалению нет ни одной газеты уровня даже хотя бы у нас таких нет у нас в советское время был очень высокий уровень наших советских журналистики но сейчас как говорит один мой знакомый который долго проработал на бибиси закончилось во время фраерок наступил время курок вот и в этом отношении конечно наше телевидение пресса очень сильно провинциализировались рожду да и неплохо работать там особенно них арабская редакция это там довольно неплохо они делают вот но с точки зрения каких-то серьезных аналогов скажем рунала иконами у нас не наберется столько людей чтобы делать такое книжное обозрение к сожалению к сожалению а расскажите про russia today очень интересно они возникли довольно внезапно вот появился главный редактор маргариты симоньян и ничего о них не известно потому что так нет это безусловно проект и проект на мой взгляд очень будучи и в общем такой методской такой они с позиции государства здесь еще интереса очень не любят сказать это один из первых показателей если это отношение вот такое то понятно совершенно что и где-то не нравится вот так что я не знаю внутреннюю кухню но я вижу их существенное отличие от каналов от каналов других так давайте у нас еще семь восемь минут вопросы если есть то вот семь восемь минут так мы заканчиваем давайте раз и два давайте вы знаете а рака трафика очень много на английском и французском русские русские не сейчас не так это то что вот петли недавно то что к которому вероятно кашенинг его написал предисловие да вот это вот 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 эта вещь давно очень много есть классическая на английском языке исследования политика героином юго-восточной азии тут классическими сосчитать по-английски ее нужно обязательно освоить политик героин и салл и стейшн просто наберите я автор выяснил да тут и тут еще комментировал я скептически от вашу скептически но эти какая вещь есть целый ряд неприятных вопрос традиционные кондициональные историки они уже на это не смотрят как будто вообще этого нет фамилия красавский это вот так вот вот вам вот я же они встречаются как-то не обсуждают нормально что-то люди со стороны где-то все увидят и делал в том что а вот почему считаете что на общем сообществе от нормальной правды там такие же люди как везде как говорим волк спортивный вопрос испортил так что следовательские точки зрения помогли собраться как-то обсудить и мы совершенно не надо одни поем своими песнями их не интересует чужое мнение а другие ну что же ты сволочи они тут вообще рушат тут мы диссертации писали они рушат вот так что они сосуществуют в параллельных мирах кроме того я так полагаю новая хронология это очень хороший психологический эксперимент по за туманью люди кто смотрит город зеро фильм шахнодарова вот новая технология это серия город зеро посмотрите город зеро обязательно извиняюсь а в чем затуманивание не отслеживается не такая очнение не 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 там практически тебе дают принципиально другую картину мира совершенно конскад которую стал и ты оказываешься в разбою вот одна картина мира вот другая кроме них есть еще люди есть новая география то есть масса всяких вот таких картин которые вот конечно чем-то держится на каком-то фундаменте фактов как следовали вы знаете как только факт это эмпирические данные которые получили в ту или иную теоретическую схему поэтому будете вы наблюдают то или иную явление в Вольденштейн зависит от той тегории которой вы пользуетесь вот что это эмпирический факт и научный факт это разные вещи разобраться-то как это серьезная проблема надо разбираться но я вижу очень-очень много проехали лаконку помеха и носовского но я читаю и мне интересно они выполняют очень важную работу они вытаскивают те факты которые не обращают традиционные историки а дальше вопрос интерпретации и понятно последний вопрос вот вы как-то сказали что обращаясь к Юрьевичу вам что много интересной информации как по тайному общению можно подчеркнуть из желтой суммы он был тогда да я процитировал стихи когда вы знали из какого ссора растут цветы не ведая стыда вот как не стать заложником игрок или разума хороший вопрос знаете серьезный очень вопрос здесь нужно опыт критический здесь примитивные вещи говорить какие-то очень простые не в последнюю очередь вот у меня есть знакомый например который создал новую биографию говорит Рим на самом деле находился там где находится сейчас Мадагаскар как в странах был Рим вот я ему говорю слушай а почему Колизей находится в Риме и на Мадагаскаре вот здесь вот как говорили с Варёдой на Спасский и Стейшером как раз вместе разобнулся вот значит какие-то вещи хотя есть одна очень серьезная вещь в истории нельзя поставить эксперимент поэтому когда ты сталкиваешься с альтернативными интерпретациями например в советское время востоковины спорили что было на востоке феодализм обладение или азиатский способ производства одни и те же эмпирические факты приводились и спрашивается мы эксперимент не можем поставить а как быть есть элементарные вещи есть пять научных регулятивов с помощью которых сравниваются между собой разные теории для меня главный регулятив по которому я смотрю это правило сумму мультипликанда на сессии того сущности не надо увеличить сверхнеопадем то есть при прочих работах из двух теорий позитивная та которая пользуется меньшим набором максимумов дальше идут предсказательные силы у меня вот в моем курсе который я в Московском университете опять даже есть вопросы у билетов основные регулятивы научного знания по которым мы сравниваем теории вот кроме того нужно всегда себе задавать вопрос на кому выгодна вот это вот такая комбинация она кому выгодна и по совокупности всех этих вещей нужно судить хотя 100% гарантий не будет никогда у меня был случай когда через 18 лет после того как я дал какую-то репутацию я набрался на факт который меня выделил что я был в данном случае не прав и в этом отношении нужно всегда говорить что есть один процент то есть все время нужно думать о контрфунктуальных возможностях и думать возможно альтернативная интерпретация и пока она возможна нужно всегда пока он есть факты которые на нее работают хотя я понимаю что все это условно какая штука все на сегодня все 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 извините мне тут задали вопрос вконтакте вы когда-нибудь говорите неправду короткий вопрос я сказал у меня короткий ответ иногда говорю но никогда не лгу я действительно не лгу я не всегда говорю правду действительно правда не всегда потому что вы знаете как в одном из диалогов написано даже если мы одним из создателей этого мира его не всем можно рассказывать давайте вопрос короткий вопрос в одном из следующих выступлений вы говорили что был такой товарищ Мочинок который руководил уничтожение трубку после отстрела полного совета а еще некий такой товарищ Александр Мочинок который был министром труда сейчас профессор в школе экономики это одно и то же лицо это одно и то же лицо но дело в том что нигде не было написано что он это делал это по внутренним милицейским сотрудникам МВТ знали прекрасно что это была ситуация не могла поручить вот давай ты будешь его возить куда-то девай куда-то девай куда-то что был девяносто третий год и вот значит а это мы заканчиваем у нас съемка идет я на один вопрос на что ответить потому что у меня ВКонтакте почему-то огромно обсуждают что у меня сейчас сегодня другой значок по другому поводу обсуждают что за зверь у меня такой значок и думают что это венецианский верх но я разве я могу надеть британский или венецианский символ это кельтский дракон а вот почему дракон может кто-то сам подумает почему кельтский дракон почему русский человек носит кельтского дракона это хороший вопрос вот значит я всех благодарю я вас хочу поздравить со ступающим Новым годом я думаю что будет очень-очень интересной вот и будет очень важная дата 100-летие первой мировой войны которая в отношениях важнее второй мировой я надеюсь что я к концу года я по крайней мере планирую закончить книжку на первой мировой войне или по крайней мере серию статей выкинуть потому что книжку скорее всего не успею при этой занятости вот год будет очень интересный очень много узлов было завязано в тринадцатом году которые я думаю будут некоторые из них будут развязаны в четвертом стану но нужно следить за главными событиями если вернется в Тарковский не вернется в Тарковский или пациентская знаете как приключения пациентская живчая живчая пациентская мертвчая может оживить но у нас с жены очень часто снимаются такие вещи поэтому я вам желаю вам здоровья я вам желаю интересных книг читайте как можно больше не ловитесь на манипуляцию потому что одна из задач моих вообще то что я делаю это не только книжки писать но и работа на молодое поколение чтобы научить за то время которое у меня осталось научить не ловиться на манипуляции чтобы сказать чувак взял вопрос кипу она кому выгодно и после этого сразу видел откуда какие торчат уши спасибо с наступающим и в том же режиме мне очень конечно хотелось бы раз в две недели устраивать шкаф не шах не школа а шкаф да я хочу еще сказать что это проект совместный двух структур это проект центр русских исследований института института системы стратегического анализа то есть две эти структуры ведут этот проект но наверное по крайней мере в первой половине года все таки мы будем раз встречаться комбинируя современность и историю но первое же занятие шкафа в следующем году будет называться скрытые шифры событий 2013 года мы поговорим о 2013 году о том что нас пытались скрыть и что были знаны и посмотрим вместе как можно все спасибо 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 и